В общем, приключения начинаются. Я ищу, где у них эта достопримечательность. Каскад, как до неё добраться вообще. Спрашиваю местных, а мне говорят, не знаю. Так что иду на автобус. Вот интересно, как часто ходят автобусы. Хоть из автобуса вот так поснимают, если у меня не получится пройтись по всему городу. Да по всему-то, конечно, не получится, но из автобуса поснимают. Ну вот Армения, вот в этом вся Армения. Большой город. Центр. Ой, на красный свет. Так, ну что? Это Арм Хачатунян. Что это? Композитор Арм Хачатунян. Понятно. Ну спасибо, я пойду куда-нибудь. Спасибо. Композитор. Проезд в автобусе 100 драм. Это 13 российских рублей. Ну сколько километров? Наверное, 12-15 я проехала по городу. Армения. 38 градусов, Ереван. Опера. Мне сказали, что это центр города, но что-то это слабо похоже на центр города. Блин, я все равно хочу добраться до этого каскад, по-моему, назвать, 600 ступенек. Хочу, сейчас буду спрашивать, поеду прямо туда целенаправленно. Вот поднимусь туда, а там уже... И все остальные улочки буду обследовать. Ну город большой, очень большой. Это что, типа фонтана, что ли? Да. Красиво, согласитесь, что красиво. Все аккуратненько так, чистенько. Слушай, типа хохотала сейчас вон с людьми тоже. Короче, подошла к девушке, но я вижу, что она, ну, такой в наружности, как армянка. С девочками гуляет. Я говорю, девушка, вы не подскажете, как до каскада дойти? Ой, говорит, я не местная, я говорю, вообще из Москвы. Я такая, ну, окей, отлично, ладно, говорю, кого-нибудь спросим еще. Она говорит, а давайте вот у этих спросим, тоже хочу, говорит, туда. Идет компания, человека четыре, наверное, мы к ним. Как дойти до каскада? Они хора, мы не местные. И давай, короче, мы все шестером, семером выясняем, как дойти до каскада. Короче говоря, такое ощущение, что в Ереване одни не местные все, где хоть все местные-то? Люди, вы где? Люди, конечно, добрые, но мужчина, который мне подсказал в автобусе, как ехать, он мне подсказал неправильное направление, куда идти. Доехать я доехала правильно, но ушла вообще в другую сторону. Ну, ничего страшного. Я сделала, получается, круг вокруг района, вокруг площади, и потом меня развернули в обратную сторону, причем не местные люди, тоже такие же туристы. Посмотря по картам фонтанчики, хочется реально умыться, сполоснуться уже, потому что очень жарко, ребят, очень жарко. Я пожалела, что я не одела майку. Вот он, каскад. 600 ступеней наверх, и я там. Я пойду пешком, говорят, есть эскалатор где-то внизу, чтобы подняться туда наверх. Нет, я пойду пешком. Я не я, если не поднимусь. Какой мужчина! Какой мужчина! Боже мой! Чайничек. Ну что, я иду. Здесь повсюду голые мужчины и женщины. Ну, будем считать, что они загорают. Так. А здесь что-то написано. Кустиками. Кафе, что ли, какое-то название. Кафе? Не знаю. Я не сильна. Красота. Красота. Какая-то перекормленная птичка. Ну, ее явно хорошо откормили. Бройлер. Я не верю. Я не верю, что я подралась. Я не верю, что я здесь. Я смотрела. Я вот это место видела только по телевизору. Понимаете? Погнали. Первые три ступеньки преодолены. Смотрите, как красиво. Вот на данный момент реально хочется встать под одну из этих струек. Потому что я пожалела сто раз, что я не одела майку. Просто не понимая, какие здесь правила, не узнав об этом. Я оделась в футболку. Блин, и я это сделала зря. Здесь каждый второй ходит в майках. Можно было бы никого не стесняться и не бояться. Ну, погнали. Десять уже есть. Жарко, очень жарко. Градусов. Блин, 35 стопудово. Хотя показывает 38. Я представляю, что я поднимусь наверх и буду вся потом обливаться. Я не знаю, что это такое. Но обратили внимание на руке у меня, что появилось? Браслет. Мужчина вон там под ступеньком спускается, красные футболки. Видите? Не знаю, видно, не видно. Мне все отсвечивает. Он меня просто остановил и говорит... Ну, в общем, начал про Бога рассказывать мне. Буквально. Причем чувствуется, что человек, который не хочет меня задержать надолго, он так вкратце тут немножко сказал, там немножко сказал. Поделал мне вот этот браслет на руку и сказал, это благая весть. Каждый цвет что-то обозначает. Здесь все расписано в бумажке. Написал мое имя, дату. Это говорит вам на память. Представляете? Он ни копейки с меня денег не попросил. Обычно... Ой, я начала запыхиваться. Обычно люди, когда вот этим занимаются, согласитесь, что они все равно ради какого-то небольшого заработка этим занимаются. А тут... Вообще, он мне просто сказал, это вам на память. О том, что вы были в городе чисто из чистого золота. Ну, не знаю, правда это или нет. Это вам благая весть. Боже, я верю. Я правда верю. Смотрите, где я уже. С ума сойти. Это что-то вообще невероятное. Это что-то невероятное. Я сама себе не верю. Осталось, наверное, еще 400 ступенек. Мне очень жарко. Я надеюсь, я не нарушила никаких их правил и традиций. Что залезла вот так вот под фонтан практически. Ну, потому что я пожалела о том, что я не взяла с собой воду. Уже 100 раз пожалела. Настя, спорт, короче говоря... Не знаю, чем, что я тренирую, какое место, что я уже выдохлась на полпути. Потрясающе. Просто великолепно. Все, ребят, я раздеваюсь. Я раздеваюсь. Благо, у меня топик спортивный. Я думаю, что за спортивный топик никто в лоб не даст. Ну, потому что сил нету. При таком градусе подниматься наверх. Еще и без воды. Ну, Настя. Еще чуть-чуть. Еще немножко. И я на месте. Фух. Вот так. Я пришла. В принципе, если бы не высокий градус, если было бы, ну, градусов 20, например, да даже 25, сюда подняться вообще не проблема. Легко. Но так как здесь градус вообще зашкаливает, видите, я вообще разделась. А он зашкаливает. Сюда, оказалось, подняться совсем непросто. Готовы увидеть Ереван с высоты птичьего полета? Вот он. Вот он. Это Армения. Ах, танак какой-то. Сейчас пойду туда. Ну, этого следовало и ожидать. Зря я разделась. Я сейчас иду и ловлю взгляды всех армянских мужиков на своем голом кузе. Блин. Что-то как-то некомфортно даже мне стало. Не одеваться-то мне уже не хочется. Вот так комфортно. Уже легко. Лимонад хочу. Добро пожаловать в парк. Подойти налево-направо. Душа тянет направо. А вон там есть ларечек. Там, наверное, попить можно купить. Пойду я куплю себе водички. Потому что я сейчас вообще уже точно высохну тут вся. Вода. 250 драм. Сколько на наши считайте? Если 100 драм, это 13 рублей, то 250 это ну, где-то 30 рублей бутылочка. Скамеечку хочется найти где-нибудь в тенечке. Прям присесть в тенечке, посидеть немножко. Потому что я уже перегрелась. Вода холодная. Боюсь пить пока ее. Сейчас, думаю, напьюсь, чтобы горло не разболелось. И так хожу с носком. Хорошо. И все равно хорошо. Какие бы ни были, тут здесь, там, нюансы. Там самолет опоздал, ночной перелет, там бессонные ночи, жара вот эта еле терпимая. Но я счастлива. Я за время вот этих трех дней, наверное, уже эту фразу я счастлива сказала раза 4-5. Ну, если это так, по-другому никак. Вот такую красоту нашла. Руки. Руки, руки, руки. 250 драм. 30 рублей на русские рубли. На российские. Вот. Я куда пришла еще? Вот этот памятник, мне кажется, видно из всех концов города. во всяком случае, где я была, где я ехала, я везде его видела. Отовсюду, верни. Тут тоже смотровая площадка есть. Знаете, куда я сейчас хочу еще поехать? Я хочу поехать на площадь. На главную площадь. Я посмотрела в интернете достопримечательности Еревана. Везде, конечно, я не успеваю, потому что у меня всего лишь один день. И мне надо будет уже в гостиницу вернуться ну, часам к 6 вечера, потому что надо немножко поспать, все-таки отдохнуть и в 2 часа ночи выдвигаться. Ну, хотя бы что-то успею захватить. Молодой человек, а там внутри что? Я не говорю по-русски. А, ого! Хорошо вы говорите по-русски? Нет, нет, я Гармания. Понятно. Ну, классно. Вы спрашиваете английский? Английский? Нет. Нет. Увы, ах. Надо учить, учить. Учить, учить надо. Класс. Дайте 5. Я не говорю по-русски, говорит. Главное, по-русски сказал. Прикиньте, да? Люба тогда поговорили. Слышали разговор? Молодой человек, а там что внутри? Я не говорю по-русски. Я, говорит, Германия. Do you speak English? Лишь это истерия. Блин, расскажи анекдот. Пацаны, что-нибудь да всегда интересно происходит. Но я считаю, что это такой интересный момент. Мне сказали, что это штурм Берлина в 45-м году. Военный музей. Военный музей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня аж мурашки Мурашки и ноги почему-то трясутся Как-то сильно так Энергетически сильно Впечатляюще Это церковь Наши скульпторы хотели Тогда во время Ставили номера Построили церковь Снаружи, с внутричневого Особенно в здании было Поэтому и энергетика Такая сильно Очень сильно Ой, у меня аж мурашки Правда потело Надо же Спасибо Вот это вообще Прям энергетически сильно До свидания В общем, это музей Военный музей Вот здесь вот по-русски написано Министерство обороны Республики Армения Майер Ай Ай Астан Я боюсь ошибиться В произношении Ну что, пошли дальше гулять Я, короче, пока разговариваю Пока отходила от разговора С этим молодым человеком Начала опять видео снимать Типа И опять забыла Включить камеру Ой, блин, вообще кулема На меня, видимо, настолько сильнейшее впечатление Производят вообще Всякие такие интересные моменты Что я не везде и не все снимаю На самом деле Кажется, что я снимаю очень много А на самом деле есть такие фрагменты Которые, блин, почему-то оказываются вне съемки Ну класс Сказали, до вернисажа надо ехать Субтитры сделал DimaTorzok Город розовых домов, как мне сказали Розовых домов и красивых девушек Ну, я не спорю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok